друзья 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 привет 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 это будет ультра быстрый короткий нихрена не полный без особого вникания разбор только что приехавший партии union я думаю что я сэкономлю себе лет 15 если это сделаю быстро и просто буду отправлять вам это видео чтобы вы меня не задалблива одними теми же вопросами соответственно погнали union приехали не очень красиво я их очень люблю но как обычно буду говорить все что я думаю о них и хорошее и плохое первое крепление это union flight pro полное название fucking light pro обратите внимание на этот передний стреп я потом покажу его еще раз просто зафиксируйте свое внимание на нем это самые легкие крепления которые есть на рынке размерчик у них с правда не самый ходовой но давайте взвесим 623 грамма обычно каждый размер прибавляет примерно 100 грамм соответственно в районе 720 должны весить м ки сейчас не буду застретить внимание это не так важно крепа очень простые жесткостью 4 я полностью согласен с этой жесткостью они очень легко гнуться для тех кто начинает либо для тех кто катается в парке и не хочет переплачивать также обратите внимание на этот стреп он тоже будет фигурировать у нас на других креплениях другого бренда даже приятное крепление следующее крепление которое называется стр 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 это очень популярный крепеж для всего на нее можно заниматься флэт фристайл на нем нужно просто кататься по трассе на нем можно попробовать по фрирайдить мне они очень очень сильно нравятся как и все union они будут иметь раздвижную пяточную дугу соответственно их очень легко подгонять под ваш ботинок и это всегда прям прекрасно они лишены недостатка переходника с этой стороны это тоже прекрасно у них весьма не дурной но весьма жесткий стреп верхний и при этом охренительный просто очень суперический нижний в который вжимается но с вашего ботинка и они будут сидеть очень комфортно и прекрасно это у меня размер где ты размер но это элька стопудово по размеру да вижу что это элька весят 900 грамм 905 идем далее по линейке следующий у нас идут форс а форсы у нас в этом году у юниона обновлены в этом году вообще юниону 19 лет но в каталоге юнион почему-то написано модель форс 20 лет безупречных инноваций короче они год себе немножко прибавили форсам классные охренительно универсальные крепления для тех кто много весит здесь есть специальная усиленная болтом база которая держит большую массу но при этом они не очень жесткие что касается хайбека я бы ему дал наверное в районе пятерки он не супер лютый не супер жесткий то есть они не подходят для лютых спортсменов но при этом они очень хорошо работают под большими дядьками с большими весами и не ломаются что само по себе прекрасно дрыщам тоже можно брать для увеличения контроля над доской хороший сбалансированный крепеж мне он очень нравится кстати он весит 983 грамма в эль размере соответственно в эмке будет весить 880 и у них в этом году вот такой вот новый форс он теперь занимает почетное место в свежей супер инновационной линейке что поменялось поменялся хайбек он стал более узким соответственно чуть меньше рычага стала для любителей это вообще не страшно ротация хайбека у старых было на три дырки у этих на два то есть они упростили систему хайбеков на этих креплениях всегда ставились магниевые бакли на этих я не знаю в каталоге не помню врать не буду скорее всего тоже магниевый вряд ли они алюминий сюда поставили но по форме они их поменяли подводка абсолютно одинаковая что на тех что на этих это огромный плюс новый стрэп новый стрэп стал немножко уже и я не уверен что это большой плюс данному крепление зато нижний стрэп новенький мне тоже очень сильно нравится он кайфовый двухсоставной он тоже натягивается на носочек ботинка и будет выглядеть очень хорошо что мне очень понравилось то что они сделали новую базу она и выглядит очень классно инновационный здорово и полагаю что и жить будет подольше они вибро гасящую вставку сделали отдельно внедрили ее к пластику а сверху потом закрыли вот это вот тонкой прослойкой таким образом они увеличили износостойкость этой базы она будет меньше продавливаться от того что вы качаетесь постоянно на передний на задний кант и будет лучше соприкасаться с доской соответственно контроль этих креплений с продолжительностью времени не будет ухудшаться так как на этих она потихонечку но происходило база тоже усиленная два болта великолепное крепление свойства у них остались абсолютно идентичны эти стали на 100 грамм больше весить судя по каталогу до 1042 грамма на размер l соответственно м к весело бы там 940 грамм 950 грамм хороший приятный внешне супер красивые крепления для всех что касается жесткости хайбека то же самое слава богу они здесь стабильны ничего особо не поменялось просто улучшился их внешний вид улучшилась их долговечность база платформы чуть-чуть поменялась внешне но по сути остается той же самой несмотря на то что я рассказываю вам про юнион не могу не сказать еще про приехавшие к нам крепления это крепление компании террор собственно это копипаст на тему юнион они лет пять назад там с ними даже пытались судиться они внешне ну прям охренительно как похоже и если вы не большой поклонник именитых брендов и хотите получить примерно те же характеристики то вы совершенно спокойно можете выбрать террор чик он называется блок кстати вес 850 грамм он легче на 100 грамм чем оригинал помните я вам на flight pro показывал стрэп и вообще этот стрэп в первый раз использовался на фалькорах вот на этих на креплениях трэвиса райса а потом он перекочевал на крепление террор и это было такого ничего ся террор со стрэпом трэвиса райса но сейчас он морально немножко подустарел и он уже не является таким крутым но тем не менее имейте виду что трэвис райс всевышний катался на этом стрэпе и никуда не дул второе крепление про которое вам хотел рассказать это крепление самой фабрики она называется триггер это их вторая модель она называется капо что-то там с итальянской мафии бригадир какой-то криминальной группы который там заведовал если не ошибаюсь могу ошибаться короче это абсолютно все то же самое что крепление террор одна модель но мы взяли по той причине что они сделали несколько лучше и при этом дешевле соответственно чтобы составить конкуренцию террором решили взять еще вот такие а дело в том что здесь на террорах используются пластиковые бакли а на оригинальных триггерах они в херачили бакли от бертона и если вы обратите внимание на их внешность то это одна секционный бакли а это двухсекционный бакли у него нет рычажка ему нечему ломаться и они гораздо легче отстёгиваются и застёгиваю чик и все короче в данном случае эти крепления дешевле и при этом у них есть свои плюсы причем весьма ощутимы все остальное то же самое то есть что на нем написано мне вообще никакой разницы нету а по характеристикам они уже неплохо себя зарекомендовали хайбеки абсолютно такие же как у форсов база точно такая же как у форсов цена сильно приятнее чем у форсов так про форсы проговорили это крепление страта она практически никак не изменилась каким было таким и осталось хорошее крепление для парка для фристайла просто как универсальный крепеж его тоже можно использовать если будете собираться кататься в бэк-кантри обратите внимание что это крепление у него не он имеет самый маленький угол его обязательно нужно будет понизить повернуть вот эту хрень так чтобы он сильнее давил на ваш ботинок иначе контроль на трассе на скоростях и в бэк-кантри будет слабый я этот момент просрал когда первый раз тестировал их и не понял почему такой плохой контроля на самом деле я просто не дожал хайбек до нужного положения моего ботинка а еще на мини диск и соответственно будет качаться в разные стороны это и плюс и минус одновременно но об этом наверно позже вот а самое интересное что я хотел сказать это вот эти крепления не называется ультра ультра есть много цветов и они ультра круто выглядят как минимум мне офигенно нравится если вы наблюдаете за японскими райдами катающихся в направлении ground tricks или flat freestyle то вы уже знаете что это их любимые крепления 90 процентов всех этих прыгунов вертолеты которые там крутят в воздухе практически с места катаются именно на этих креплениях почему во первых потому что они очень стильны а японцы очень любят стильные вещи а во вторых потому что у них самая мощная демпфирующая подушка из всех креплений и при этом как мне кажется она не какая-то сверхтехнологичная а вполне такая заурядная но очень очень толстая и покрыта защитная оболочка то есть они сделали что такое на 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 уровне похожая на фарсы только попроще напылением как будто бы виброгашение должно быть просто супер крутое у них очень интересная платформа которая ничем не закрывается просто диск сюда будет прикручиваться это офигенно удобно если вам нужно поменять быстро градусы вам не нужно разбирать эту платформу туда-сюда мне это очень нравится у них очень инновационный такой интересный верхний стреп жирненький но при этом достаточно узкий как он будет себя вести с людьми у которых есть проблемы затекания многие еще не знаю я с удовольствием затестируете крепление расскажу вам позже немножко о том что они себя представляют в сущности ультра это раскачанная страта но с большим углом если посмотрите вот сюда вот здесь угол уже намного серьезнее у страты был вот такой соответственно здесь нет вообще регулировки хайбека он уже зарядил вас несколько вперед есть небольшая регулировка с ротацией я думаю что они будут брать всех просто своим безупречным стилем они космически круто выглядят ребята мы подобрались наверное к самому сладкому звену он называется атлас и атлас это самое популярное самое часто запрашиваемое крепление которое есть у компании union несмотря на то что у нас стоит весьма и весьма нехило что у нас есть инновационно с позапрошлым годом прошлом году они пришли и буквально испарились я их даже потрогать толком не успел потому что пришло всего десять процентов от того что мы заказывали а изменилось весьма много и в первую очередь это хайбек раньше хайбек был как обычно откручивался опускался вниз вверх эти части часто отлетали допустим у меня улетела с периодичностью в полгода сначала фиксатор один хайбека потом другой и с ним и был такой геморрой что там была резьба необычная а 0 5 и даже если вы где-то находили саму накладку то без винта вы туда не могли прикрутить это был реальный геморрой в данном случае мы имеем уже прогрессивный хайбек который можно здесь покрутить и изменить очень точно и очень наглядно угол атаки вашего хайбека мне это охрененно нравится что касается ротаться хайбека здесь всего лишь две дырочки с каждой стороны то есть мы чуть-чуть можем подвернуть и в принципе это нормально потому что у него уже есть некоторая ротация по определению мы можем чуть-чуть ее усилить сама платформа особо не изменилась вибро гашение не изменилось оно осталось точно таким же как и было очень хорошее жесткое крепление сам производитель говорит о том что жесткость этого крепления у них 8 ну на 8 он не тянет ну наверно на семерку вполне точно но свои личные ощущения расскажу у него очень жесткая и ультимативно круто передающая энергию на передний и на задний кант платформа ребята контроль очень очень хороший я тестировал крепление атлас 21 года с креплением fix magnum лоб лоб и с креплением flux xv flux xv немножко выиграл по контролю но у атласов контроль был тоже очень очень классно что касается вибро гашение она весьма среднее то есть я не чувствовал что у меня там сглаживается вибрация очень хороший контроль есть хотите резких поворотов контролируемых движений если у вас жесткая доска это прекрасный вариант чтобы обуздать свою жесткую досочку это у нас размер м 946 грамм и следующее это новиночка называются они атлас про хайбэк остается абсолютно тот же самый жесткость абсолютно та же самая не далеко не самая мощная хотя написано что жесткость этих креплений 9 по классификации юнит что здесь добавилось здесь добавилась карбоновая платформа которая собственно стоит у вас ровно под ботинком добавляет ли она жесткости вашим креплениями я честно говоря даже не знаю ну возможно и это крепление написано что имеет жесткость 9 из 10 то есть практически на максимум что касается базы она называется дюрафлекс себе на молекулярном уровне в этот пластик молекулы карбона каким-то хреном туда не запрессовывают и в связи с этим у них нету демпфирующих свойств то есть он не прогибается она четко передает и в связи с этим у них такие отличные характеристики то касается кстати вот этого атласа мне ногу этот стреп несколько пережимал он очень жесткий он очень сильно хватает ногу вы чувствуете что вы прям как в тисках кому-то это нужно а кому-то не очень нравится я предпочел себе вот такие фиксы потому что вот этот стреп сделан из какого-то материала который сильно мягче и сильно комфортнее и вот так аккуратненько затягиваете и ногу больше не пережимает по характеристикам хайбека магнума даже чуть чуть выше чем атласы по передаче усилий практически то же самое я использую эти крепления и во флэт фристайле и в карвинге причем с укладками на самых больших углах на 90 градусов на высоких скоростях мне эти крепления очень нравится они стоят чуть чуть дешевле пришли уже нового сезона но там пришли крепления rb у rb хайбек даже чуть-чуть мягче чем у атласов вес 900 грамм против 944 50 грамм немного но с двух пар на 100 грамм у rb шки еще более крутой стреп и у rb появились бакли двухсекционные мои любимые которые очень хорошо работают они очень мягкие и супер комфортно это главное новшество компания fix в этом году и хоть мы сейчас разговариваем не про фиксы про юнион про них я тоже должен рассказать обратите внимание просто охренительные крепы за относительно невысокие деньги которые идут в конкуренцию с атласами про посмотрите внимательно сюда на этот стреп я есть честно говоря этого не понял как на пред верхние крепления ставят нижний стреп такой же как на самых нижних креплениях я не не понимаю я понимаю конечно что до основная ценность этих креплений в базе они в стрепах но если бы они оставили вот такой же стреп как на обычных атласах это мне кажется было бы правильнее потому что ну либо это очень круто и fly про невероятно крутой но мне почему-то кажется что наоборот и сюда поставили относительно бюджетный стреп хотя сюда нужно что-то пожестче что касается верхнего стрепа атлас про по крайней мере в теплом помещении он ощущается как более мягкий бакли у них абсолютно одинаковые самые последние самые новые из линейки этот пожестче этот немножко помягче то есть они с rb будут ближе но этот совсем мягенький он прям супер комфортный и вероятность того что он пережмет ногу просто на минимуме так вес эльки атлас про 991 грамм если честно для про и для карбоновых баз мне кажется что вес у них немножко дохера давайте взвесим самое тяжелое крепление это крепление найдекер суперматик на мою память это самое тяжелое крепление кило 97 в размере м правда то есть было бы логично и в размере excel на самом деле сравнивать но прибавить еще 200 грамм получится и кило 300 что касается женские крепления они полностью скопированы с мужских только уменьшен размер допустим вот эти union триллоджи это будет абсолютная копия креплений форс только для девочек причем по жесткости они будут абсолютно идентичны семерка для мужиков это как бы прилично выше среднего это серьезное крепление для девочек это будет просто вообще топейшие крепы и и даже более дорогие легоси будут уступать вот этим креплением в своих характеристиках если вы девушка которая хочет карвить гонять на высоких скоростях и вообще жаждет максимального контроля чтобы все четко было так то триллоджи это как раз ваш вариант вот например так няшно выглядит женская ультра про них ничего можно не рассказывать и будут покупать просто потому что они так круто выглядят а это крепление легоси это полная копия крепление страта если честно мне кажется что они должны стоить дешевле потому что но это крепление для приставила в первую очередь для хорошего уровня приставила и я бы их поставил ниже 3 лоджи по ценнику просто потому что они не такие популярные должны быть что ли хотя они весьма и весьма крутые и у них даже весьма и весьма приличный хайбэк но у них и мощное вибро гашение и напоследок самое топовое крепление которое сейчас есть еще не все пришло это крепление трэвиса райса они называются фалькор как и раньше у них не особо много чего поменялось мне понравилось что они поставили новый хайбэк хайбэк стал реально жестче раньше он был мягче и вот этот вот треугольник и спрессованно карбона он был маленький и упирался вот во внутреннюю часть этого окна а сейчас они засандалили на такие на мощные заклепки которые явно никуда не отлетят и он реально стал жестче ротация точно такая же как на атласах а двух дырочные крепы легче чем атласы они весят 823 грамма и это чудесный вес и я уверен что трэвису райсу прям нравится эти крепления они кстати тоже на мин диске если честно я не совсем понимаю зачем трэвису райсу мини диск потому что там вроде вот это движение не особо то нужно и он не так сильно гнет доску хотя черт его знает наверняка ему виднее чем мне какие крепления ему нужны что касается виброгащение она относительно античное это и тил винилацетат хотя нет наверное чет другое ночь похож плотнее чем его но тактильно прям очень похоже на то что используется во всех остальных брендах почему сюда не вкорячили вот этот новомодный виброгасящий элемент мне не совсем понятно ну и это и не важно о и у трэвиса райсу тоже кстати вот этот стреп как на flight pro но видимо он очень крутой все друзья больше мне вам рассказать нечего давайте пока будет наверное еще один большой обзор когда все крепления приедут к нам это только первая поставка 1 3 пришла у нас все еще в коробках поэтому я решил просто так вот быстренько поверхностно вам немножко рассказать про то что пришло у них изменились коробки теперь они приходят вот в таких коробочках они стали менее плотными что мне чисто тактильно нравится меньше у них изменилась вот такая упаковка болтиков она запакована заклеена чтобы вы точно знали что туда никто не залазил и ваш болт не спер это кстати вот в черном цвете ультра а кстати я забыл сказать про минусы точнее не про минусы а про то что я не совсем понимаю как поменять здесь гребенку если она сломается они ее запаяли полностью то есть но видимо придется внешний вид вот этой платформы все-таки испоганить разрезать и высовывать ее через прорезь и еще минус в том что нужно постоянно следить за тем чтобы ваша гребеночка не перепрыгивала вперед-назад потому что если это и произойдет и ваш стреп будет крест-накрест как бы заходить то появится вероятность того что ваша бакли будет не ровно засовывать внутрь себя гребенку а закусывать как бы уголочек и будет слизывать вашу гребенку обратите внимание на всех креплениях не только на юнион он абсолютно на всех если вы поставите гребенку и подводку в разные места и он у вас пойдет вот так по диагонали друг друга то вероятность вот этого слизывания гребенки будет большое если у вас такое происходит просто проверьте там ли где нужно стоит ваш передний стреп ну все пока давайте домой